В пятом пункте я обычно не говорю об очень важных новостях, даже очень важных, если они не имеют отношения непосредственно к евреям, к новостям вокруг евреев Израиля или вообще к тому, что называется еврейский мир. Однако главная новость прошлого шаббата, прошлой субботы, остающаяся, конечно, в заголовках мировых средств массовой информации, попытка военного путча в России неожиданно оказалась очень еврейским пунктом. И это тот самый случай, когда темы двух наших проектов, пятого пункта и двор Тора, так пересеклись. Мы вообще обычно часто говорим об актуальности священного писания, актуальности Торы. Я всегда стараюсь в своих уроках, правильно их назвать, беседами, находить какие-то актуальные уроки, потому что известный хасистский принцип гласит, надо жить в ногу со временем. Хочешь узнать новости, посмотри в недельную главу Торы. Ну вот, на этот раз, пожалуй, недельная глава, точнее, недельные главы Торы, потому как Пуч пытался произойти. Попытка Пуча была в субботу, в шаббат, и, надо сказать, именно поэтому я о нем узнал уже после его окончания, фактически. Поскольку в субботу следствия массовой информации я не пользуюсь, телефон не использую и так далее. Но вот и следующая недельная глава, и предыдущие недельные главы дали совершенно неожиданные прогнозы и ответы. В общем, тот, кто был в шаббат в синагоге и слушал недельную главу Торы, Корах, а именно ее читали в России, как и во всей диаспоре. И, наверное, потом был потрясен, насколько история этого самого известного Пуча, попытки государственного переворота в пустыне против Моисея вдруг оказались настолько актуальными. Но тут надо сказать, что точно так же, как замечательная шутка говорила, быстро появившись, как и огромное количество других шуток, поэтому не шуточному поводу говорила так примерно, что в России произошел государственный переворот. Нет, по-моему, частный. Ну вот точно так же, как этот переворот был частным, так понятно, в общем, о Пуче, о перевороте мы читали в Торе, но тут осталось разобраться, кто же Моисей, кто Арон, кто Корах. Это уже дополнительные уроки, но их не обязательно делать, достаточно Торе рассказать нам только об одной какой-то части. Но самое замечательное меня ждало впереди, когда я в воскресенье стал готовиться к Двар Тора и стал, как всегда, шерстить материалы по недельной главе Торы, в этот раз это была глава Балак. Я совершенно потрясенный, вот уж меня трудно, казалось бы, удивить в этом, открыл Медраж к этой недельной главе, который рассказывает о Беламе, таком знаменитом пророке языческом, который должен был проклясть народ Израиля, но вместо этого благословил. И Медраж задается вопросом, а что это вообще такое, что это за пророк такой, который как бы не с Богом вовсе и неправеден. И вот что говорит Медраж, какую историю он рассказывает, и я, конечно, на этом месте совершенно вздрогнул, поскольку сама эта история называется про царского повара и царского министра. И это притча, которая говорит о том, что царский повар, он на самом деле знает гораздо больше царских тайн, чем зачастую самый преданный министр. Он знает ингредиенты, он знает расходы на царской кухне, в общем, знает царскую кухню буквально. А министр, как бы он ни был предан, он менее информирован, что не значит вовсе, что царский повар ближе к царю. Ну, вот такая вот история, выводы делайте сами. Но мне кажется, что на первый пункт эти удивительные совпадения в нашей политической актуальной передаче вполне заработали. Вот о Сретенье, о встрече древности с актуалиями. Вторая новость тоже связана с произошедшим в России драматических событий в эти выходные. Это стало поводом для специального заседания в израильском Кнессете. Представитель комитета по делам абсорбции диаспоры 26 июня заявил, что израильское правительство отказалось от еврейской общины в России. Это громкое заявление стало следствием, собственно, того, о чем много говорится в последнее время. В России особенно чувствуется люди для того, чтобы начать процесс репатриации, должны становиться в очередь для встречи с консулом через 8 месяцев. И, в общем, в любой стране это было бы безумием. А в такое турбулентное время, как подтвердили эти свободные события, турбулентность этого времени, понятно, что количество людей, которые подумывают о репатриации, резко возрастает. Согласно информации израильского правительства, 13 тысяч семей российских евреев ожидают возможности совершить алию, то есть, возможности до консульской проверки. И в связи с этим представитель Министерства алиинтеграции заявил во время этих слушаний в комитете, что ситуация в России за последний месяц не изменилась к худшему. Ну, то есть, вот такое спокойствие, которое, пожалуй, даст фору реляциям российских официальных лиц и российскому телевидению. Нет необходимости предлагать евреям из этих стран услугу, которая необычная или отличается от того, что было раньше. Что это за услуга? 26 июня они решили закрыть еще два бюро одного окна. Это бюро одного окна, это возможность ускоренной репатриации. Нет спроса. С 1 июля у нас будет одно бюро. Участники дискуссии тогда заметили, что спроса на эту услугу нет, поскольку российские евреи сходили с предположением, что она уже отменена, о чем было сообщено специальным образом. Форер сказал, что израильское правительство ничего не изменило, ввиду того, что произошло в России в минувшие выходные. Комитет считает, что поведение правительства не соответствует ситуации на местах. Тут надо заметить, что представительница Натива, Нета Брискин-Пелик, заявила на обсуждение в комитете, глава Натива. Натив – это специальное бюро по связям с диаспорой, которое фактически занимается этой самой консульской проверкой и так далее. Только через несколько дней мы увидим, будет ли паника и возрастет ли желание Алии, поскольку их офисы были закрыты выходные. Она рассказала, что российским евреям, который заинтересован в встрече с консулом имени Натив, придется ждать не менее 8 месяцев. Вот этот срок у меня. Депутат КНЕС, это Зайф Элькин от партии национального единства, заявил, что он не знает ни одной другой еврейской общины в мире, где вам пришлось ждать год, чтобы начать процесс Алии. В этой ситуации самое глупое, что может сделать государство Израиль, это сказать, что услуга, которую мы предлагали почти год, закрывается в эти дни, когда в России вот такой был момент нестабильности. Отдельно надо заметить, что я уже не знаю, что там по этому поводу приговорят представители израильских консульств и Натива, но по моим наблюдениям, несомненно, в субботу большое количество людей запаниковало. Известно, что в России были выкуплены, как всегда в такой ситуации, все билеты в Турцию и тому подобные третьи страны. Ну, в общем, говорить о том, что в вести красной строкой о попытке военного переворота никак не меняют ситуацию со стабильностью в России и, главное, с эмигрантскими настроениями и репатриационными случаями с евреев, это какая-то абсолютно ничего общего с реальной ситуацией, ситуация не имеющая. Отдельно хочу напомнить, что до сих пор летают прямые рейсы из России в Израиль, в Эляля в основном. Есть и перекладные, что называется, турецких компаний, но цены на билеты в Эляля совершенно безумные. Этих билетов нет или они существуют по какой-то огромной цене. В общем, фактически, действительно, никаких мер по увеличению репатриации в эти месяцы, месяцы и уже годы практически, когда масса людей чувствует, что земля уходит из-под ног и подумывают о миграции и репатриации. Тут надо заметить, что очень многие выбирают из-за этого другие страны, Грузию, в частности, Армению и так далее. Ровно поскольку туда легче выехать, легче туда приехать. Так что, кажется, это заседание комитета КНЕСЭТа по репатриации и по Алие более чем уместное. И просто удивительно, насколько меры, принимаемые израильским правительством и израильскими чиновниками, не соответствуют необходимости. Вечером 25 июня Израиль официально заявил, что была предотвращена запланированная Ираном террористическая атака против израильских и еврейских объектов на Кипре. И Израиль предупредил, что его спецслужбы будут продолжать препятствовать иранскому терроризму, где бы он не поднял голову, в том числе и в самом Иране. Ранее в тот же день СМИ Кипра сообщили о предполагаемом террористическом заговоре, который, как объявлено, связан с иранским корпусом стражей Исламской революции, практически службы безопасности Ирана, который несколько стран, включая США, считают террористической организацией. Сайт Фил Ньюс сообщил, что заговор был сорван киприотскими спецслужбами в сотрудничестве со спецслужбами других стран, предположительно из Израиля и США. В заявлении израильского правительства, премьер-министра, сообщалось, что Израиль приветствует операцию по предотвращению террористического заговора и обвиняет Тегеран в том, что он является главным спонсором терроризма в мире. Ранее в этом году Совет национальной безопасности Израиля предупреждал, что именно Кипр и Греция являются странами, где Иран, вероятно, будет пытаться совершать нападение на израильтян и евреев. Эти страны наиболее популярны для израильских туристов, помимо того, в них проживает большое количество мигрантов из Израиля. Мы помним, что в марте греческая полиция арестовала двоих граждан Пакистана, которые, предположительно, планировали террористические акты с массовыми жертвами от имени Ирана против израильских и еврейских объектов. Вот как тогда объявлялось, что одним из таких объектов был еврейский ресторан в доме Хабада, в Бет-Хабаде, в синагоге Любавишского движения, так и сейчас киприотские СМИ тоже сообщили, что потенциальными целями на Кипре могли быть Бет-Хабад или кошерный ресторан. 13-й канал израильского телевидения сообщил, не ссылаясь на источники, что израильские чиновники оценивают, мог ли заговор быть связан с убийствами израильского бизнесмена, аналогично сорванного заговора 2021 года, или с убийствами израильских туристов. То есть, проходило ли это по схеме предыдущих антиизраильских террористических актов, в первую очередь, организованных Ираном. Я хочу напомнить, что, собственно, главный из антиеврейских террористических актов после войны, взрыв еврейского центра в Буэнос-Айресе, тоже явно прослеживает иранский след, или через его прокси в виде хизбаллы, или напрямую через Иран, и до сих пор высокопоставленные иранские чиновники находятся в международном розыске по обвинению в этом теракте. Так что, похоже, безопасно евреи, не только израильтяне, но и еврейские общины, не могут себя чувствовать практически нигде в мире, поскольку являются объекторами террористической угрозы иранской, где бы они ни находились, какие бы взгляды они исповедовали, просто потому что они евреи. Одной из главных мировых новостей стала гибель батискафа Титан, частной подводной лодки, которая направлялась к Титанику и называлась Титан именно поэтому. Причины гибели Титана до сих пор до конца неизвестны, но некоторым белым националистам такая причина известна, что называется, к бабке не ходи, виноваты, конечно, евреи. Стю Питерс, онлайн-ведущий и подкастер, который ранее пропагандировал знаменитые теории заговора «Канон» и «Пиццагейт», предложил эту фантастическую теорию во время своей трансляции 22 июня. Во время разговора с Заком Фварзихом, бывшим сотрудником Гугла, ставшим маргинальным ультраправым деятелем СМИ, Питерс высказал свою идею о том, что затопление батискафа было на самом деле уловкой, чтобы люди не посещали обломки Титаника. То ли он считает, что батискаф на самом деле не затонул, то ли он считает, что его затопили для того, чтобы люди не ездили на Титаник. Но почему они это сделали, вот эти вот самые заговорщики, ему известно, потому что на самом деле одна из известных теорий заговора заключается в том, что Титаник потопили, то ли в виде какой-то страховой аферы, то ли еще по какой-то причине, такая знаменитая причина, что на Титанике ехали представители американских финансовых кругов, которые выступали против федерального казначейства, федеральной резервной системы Соединенных Штатов Америки, которая ровно тогда и организовывалась. И вот их потопили, значит, вот эти федералисты. Ну, разбираться во всяких теориях заговоров невозможно, тем более, что этих теорий по любому поводу более чем достаточно. И можно было бы эту историю просто не заметить. Предыдущая антисемитская ложь, например, которую Питерс транслировал в своем шоу, включала теорию о том, что Массад стоял за убийством президента Джона Кеннеди. Питерс рекламировал кандидатуру кандидата в президенты Роберта Кеннеди-младшего, племянника Джона Кеннеди, который, в свою очередь, является известным сторонником теории заговора по поводу ковида против вакцин. И он также обвинял Джареда Кушнера в том, что он является агентом Массада. Но я ко всей этой истории не мог не присмотреться, несмотря на банальность теории заговора, из-за того, что действительно на Титане произошла удивительная история и удивительное совпадение. Надеюсь, что она не послужит этой историей еще одной причиной для теории заговора. Но очень быстро стало известно, что Венди Раш, жена Стоктона Раша, исполнительного директора Ocean Gate, который пилотировал субмарину, пропавшую в воскресенье во время погружения к обломкам Титаника, является потомкой двух знаменитых пассажиров первого класса, погибших во время крушения океанского лайнера в 1912 году. Дело в том, что Венди Раш, проправнучка знаменитого магната розничной торговли, владельца Мэйсис, Исидора Штрауса и его жены Иды, двух самых богатых, как считается, людей на борту Титаника, Штраусу уже к тому времени было за 60, и он был совладельцем универмага Мэйсис. Ида и Исидор Штраус в то время, их история стала очень знаменитой, и она в каком-то виде воспроизведена в знаменитом фильме Камерона. Дело в том, что пассажирам первого класса полагалось специальное место, специальная шлюпка Титаника. И Исидор категорически отказался ее занять, это вот насчет капитализма, насчет еврейской жадности, ну и всех остальных мифов и социальных жупел. Исидор отказался от своего места, отказался его занять прежде других, женщин, детей, третьего класса, неважно из какого класса, но умолял жену уплыть на еду, уплыть на этой шлюпке. Она категорически отказалась, мы прожили вместе счастливую жизнь, вместе и умрем. Откуда известны ее эти слова, поскольку она не только отдала свое место, но и передала своей ирландской служанке, которая с ними вместе ехала, все свои украшения, целое состояние, чтобы Таня ни в чем не нуждалась. И действительно, женщина осталась обеспеченной на всю жизнь. Газеты тогда писали, что их видели держащимися за руки на палубе первого класса, перед тем, как она погрузилась в воду. У Камерона они лежат в двуспальной кровати, взяв друг друга за руки. Перед тем, Титаник окончательно погружается в пучину. Тогда российский еврейский восход опубликовал заметку, этот же знаменитый журнал опубликовал заметку об этом и назвал ее «Смерть маститых супругов». А на усыпальнице Исидора, а только его усыпальница существует, потому что его тело было найдено, а тело Иды не найдено до сих пор. Так вот, на усыпальнице Исидора выбить стих из песни песней и многим водом не затопить любовь. Вот такая вот история, которая неожиданно в этой новой трагедии всплыла. Буквально, поскольку Иду, может быть, и не нашли, но память об этой истории, об этой великой любви, о великом бескорыстии, о великой преданности друг другу и человечеству как таковому мы вспоминаем, мы соблюдаем, сохраняем и через сотни лет, даже несмотря на то, что, к сожалению, время от времени новые трагедии заново заставляют помнить то, что произошло тогда. Пятая новость, у нас пятый пункт, это всегда книжно-журнальный пункт, вышел очередной июльский номер журнала Лыхайм, вот с такой замечательной обложкой нашей Маши Заикиной, чудесного дизайнера наших обложек, уже почти два года. И здесь она изобразила такие фантазии на тему знаменитой тайны молчания Хаймана Ахмана Бялика. Дело в том, что Бялик – национальный поэт Палестины, национальный поэт евреев, нового Ишува, которому в суждено в дальнейшем называться Израиль, он, в общем, по приезде в Израиль перестал публиковать стихи. И все главное, что он опубликовал, было опубликовано во время его жизни в Российской империи или потом в эмиграции, до того, как он приехал в Израиль. Так вот, в издательстве «Книжники» выходит книга «Бялика. Легенда о царях Давиде и Шламо». И наш переводчик и литературовед Михаил Липкин, готовивший эту книгу, опубликовал замечательное к ней предисловие, которое Лехайм здесь в своей рубрике «Неразрезанные страницы» печатает. И вот именно оно стало главным мотивом для нашей обложки о том, что на самом деле Хайм Нахман Бялик не исписался и не замолчал. Он просто был занят чем-то другим. А вот это что-то другое – это собирание и изложение в поэтической форме легенд о царях Давиде и Соломоне. И причины, почему эти легенды не стали вот таким новым проектом, который был известен людям, Михаил Липкин и разбирает. Вот такая тайна молчания «Бялика». Но еще в этом номере продолжается наша эпопея, воспоминания, которые были записаны среди очень интересных людей. Это такое гендерное исследование. Это женщины, жены, матери, отказников, узников Сиона, людей, которые сохраняли еврейскую традицию в Советском Союзе. И, к сожалению, часто оставались в тени. То есть это их мужья как бы шли на шафот в виде ссылок, тюрем и тому подобного. А жены оставались в тени. Хотя именно на их плечах зачастую это все и существовало. Но кроме того, что это вообще замечательная история, в этом номере это история Ривы Коган. Чудесной и удивительной женщины, которая очень интересно рассказывает о своей жизни. Но нашему, что называется, таргет-группу, нашему читателю Рива Коган будет еще интересна тем, что она мать знаменитого ленинградского отказника, а теперь московского раввина, а в промежутке организатора еврейской жизни в Иерусалиме Исаака Абрамовича Когана, раввина Исхака Когана, раввина синагоги на Большой Бронной, легендарного человека. Но вот прочитав воспоминания Ривы Коган, его матери, которую успели записать в свое время, вы, пожалуй, многое поймете и об этом чудесном человеке, и об этой замечательной семье. Вот Рива Коган, воспоминания. В этом номере еще есть удивительные воспоминания. Их собрала и записала наш ответственный редактор Елена Колом, руководитель нашей редакции. Она всю жизнь дружила с представительницами семьи Поляковых и опубликовала в этом номере удивительную историю этой семьи и автобиографические заметки Виктора Полякова, родоначальника этой семьи, по крайней мере, той части этого клана, которой занималась Лена Колом, сейчас разбирая архивы Поляковых. В общем, это удивительные воспоминания, удивительная семья, удивительные исследования Колом, совершенно неожиданные генеалогические находки, прокидывающие мостики и с Поляковыми во Франции, и с Поляковыми в Соединенных Штатах Америки и так далее. Удивительное, интересное исследование. А в открытом доступе мы публикуем еще и записки 23-го года, только 100 лет назад, о Мишке и Пончике, который тогда действовал, знаменитую статью Жабатинского. В общем, есть что почитать и в этой рубрике. Интервью удивительное и замечательное дает Яна Чехановец, дает она Екатерине Кронгауз. Это интервью Яна Чехановец, прекрасный рассказчик, но она еще и большой ученый, она археолог, и она рассказывает, собственно, об этой удивительной науке археологии и о ее месте в Израиле, в израильском обществе, в израильской земле буквально, о сложностях этого и так далее. Но это, как всегда, малая часть того, что этот номер содержит. Я напоминаю, что его можно приобрести и в электронном виде на сайте журнала, приобрести PDF практически даром. Его можно выписать, подписка есть и в Израиле, и в России. Мы рассылаем по всему миру, но в Израиле выходит наш специальный выпуск, отдельное издание, поэтому там это намного легче сделать для израильтян. Так что все способы в руки к вам, читайте. Это уникальный журнал с уникальными материалами, которые вы больше нигде не прочитаете. Я рассказал только о самой малой его части, при том, что он сам малая часть нашего сайта, на котором, собственно, и выходит наш пятый пункт. Кроме как на канале YouTube, сайт Lechaim.ru, где тоже эти и очень многие другие материалы вы можете читать. Читайте, подписывайтесь, ставьте ваши лайки. Гудшаббас, шабадшалом. Субтитры сделал DimaTorzok